С дозволения Всевышнего Аллаха продолжаем чтение этого благодатного послания Шарфа Сунна Имама Аль-Музанин Мы оставили последнее, то есть пятое с прошлого урока, не разобрали пятую тему, которую поднял Имам Аль-Музанин в этих своих словах Говорит шейх Мухаммад Базмур Как мы и сказали Говорит то, что Имам Аль-Музанин сказал, что есть разница между теми кто совершает грехи просто и между теми, кто совершает нововведения Ибн Аль-Кайм говорил Говорит, когда то есть истина или же сущность куфра женилась, можно сказать или же на бедате на каком-то скверном бедате родилось у них, что родился у них то есть рождением их или же итогом этого было, то есть потеря как мирского Говорит. Иговорит, если же кто-то хорошо обрубит это потомство и то есть спасется от этого чем то есть светом сунны и будет придерживаться истинной то есть будет придерживаться истинного следования за посланником Алей-Саляту Асрам и то есть прекрасными сподвижниками или же то есть прекрасными сальфами праведными предшественниками и никогда в жизни не позволят ему, говорит, то есть впоследствии то есть в этих веках которые уже после лучших поколений в тех поколениях никогда не позволят человеку крепко держаться сунны хорошо, то есть обязательно начнут то есть против него как-то чинить какие-то козни особенно бедатчики начнут хорошо то есть против него ставить все козни кого-то подговаривать против него воевать с ним и так далее и будут про него говорить что что он нововведенец и он то есть преступник почему? потому что он крепко придерживается сунны. Он сможет хорошо добиться своего, украсив ему эти вещи, какие-то грехи, то он будет их совершать. Или же будет ему говорить потом, 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 будешь делать, то есть сейчас пока не нужно, потом еще не время, пока отдыхай, пока наслаждайся своей молодостью и так далее и тому подобное. То тогда, то есть откроет ему он дверь куда? В Ирджа. То есть будет человек этот Мурджи. И говорит, и тогда, то есть это Ирджа распространится, то есть и будет он придерживаться этого, и будет ему душа хорошо шептать, говорит то, что вера это всего лишь признание. И поэтому, то есть деяния не вредят твоей вере, и быть может даже на его языке появится это скверное слово, которое хорошо появилось и погубило очень многих людей, что не навредит грех вместе с Тавхидом, с Единобожием, подобно тому, как с Ширком не поможет тебе, что, то есть какое-то благое деяние. И Мурджииты говорят так, и как много раз говорили о том, что братья заблуждены, то есть приверженцы заблуждения, они, когда приводят свои заблуждения, братья, они, хорошо, то есть они не будут тебе говорить то, что вот давай будь заблудшим, будь мушриком и так далее. Нет, они говорят, брат, то есть наше убеждение, смотри, почему я говорю так-то, почему я говорю, что деяния не входят в имам? Ведь если кафир будет молиться, поститься, совершать хадж, поможет ему это или нет? Поможет? Нет. И он говорит, вот таким же образом, если верующий, то мы говорим наоборот, если человек уверовал в Аллаха, его посланника, то тогда что? Тогда как бы он не грешил, ему это не навредит. Мы скажем, что? Скажем, ты лжец, мы скажем этому человеку. Как? Субханаллах. То есть у нас сколько хадисов, сколько у нас аятов, которые говорят о наказании грешников, и ты после этого говоришь, что грех или же отсутствие дел не навредит человеку и так далее до тех пор, пока он является верующим в Аллаху Мустаан. И если шайтан, то есть возьмет верх, хорошо, то есть ведет человека в бедаты, ему это любимее, чем если он ведет его в грехи. Почему? Потому что человек, хорошо, во-первых, бедаты противоречат основе религии, это раз. Затем, этим самым он будет отвергать то, с чем пришел посланник Аллахи Саратуса. И также тот, кто совершает нововведение, не кается от своих нововведений. И говорит так же, то есть скверно этих бедатов в том, что человек не кается от своего беда. Более того, он призывает людей к этому бедату. Более того, он говорит то, что это и есть благо, хорошо, то есть в этом проблема этих бедатов. Говорит об Аллахи Субханатали без знания, то есть противится явной сунне, противоречит ахлю сунна, то есть противится он приверженцам этой сунне. Старается погасить свет сунны, хорошо, то есть и поставить туда, хорошо, то есть на место посланника Аллахи Саратусом, кого-то, кого не поставил туда Всевышний Аллах Субханаху. То есть имеется все, что вытекает из бедатов. Это то, что человек считается с тем, что опроверг Аллах Субханатали и его посланник и оставляет то, что любили Аллах и его посланник. Хорошо, то есть противоречится или же противится тому, чего они не любили, любит то, хорошо, то есть, точнее, противится тому, что они любили, то есть призывает к тому, что не является любимым Всевышним Аллах Субханатали и его посланнику. Они признают то, что отрицали, они отрицают то, что признавали они. Они не веруют в то, что говорили они, хорошо, и веруют в то, что, то есть имеется в виду, признают или же веруют, не веруют правдивому, веруют неправду, то есть говорящему неправду. То есть оно, Субхан Аллах, прелесть Ибн-Аль-Каима в арабском языке, но когда ты переводишь такие вещи, Аллаху Акбар. То есть это нужно обладать очень большим красноречием в русском языке. То есть имеется в виду, о чем он говорит, о том, что человек, который делает нововведения, то есть противится основе религии. И из этого вытекает много вещей. То, что придется тебе верить тому, кому нельзя верить, оставишь ты веру тому, кому нужно верить, будешь любить того, кого не любит Аллах, или же, то есть будешь не любить того, кого любит Аллах, то есть и так далее. У муарадат аль-Хакки бель-батали, будешь ты противиться истине, явной ложью, И ты будешь, то есть это в любом случае приведет тебя к тому, что ты будешь заниматься подлогом. Истину выявлять ложью, ложь, то есть делать из нее истину. Такой человек будет искажать религию Аллаха, то есть делать хорошо, то есть людей слепых для принятия истины, или же он, то есть сам будет слепым для принятия истины, или же для сердец людей, и будет желать исказить прямой путь Аллаха, И то есть это открывает двери для того, чтобы заменить религию полностью. Как мы говорили, что То, что бедаты являются предпосылкой чего? Куфра. Дальше говорит Абду Ибраим Аль-Музани, рахмаху Аллах, Говорит, и мы говорим также, то есть Ахли Сунна Валь-Джамаа, говорим о величии, или же достоинства наместника, посланника Аллаха, Абу Бакра, правдивейшего. И он является лучшим из творений после пророка, алейс-салату ассалям. Затем второй после него, это Фарук, различающий истину от лжи, это Умар ибн Аль-Хаттаб, И они, то есть двое являются визирами посланника, алейс-салату ассалям, Как это пришло в некоторых сообщениях, но, то есть, шейх Аль-Аль-Банин сказал, что эти сообщения недостоверны. И также они лежат вместе с ними в его могиле, вместе с посланником Аллаха, салла Аллаху алейс-салям. И третий, это кто обладатель двух светов, хорошо, это Утман ибн Афан, радия Аллаху ану, затем, То есть богобоязнный и достойный в этой уме, это Алибн Абиталиб, да будет доволен ими всеми, Всевышний Аллах, Затем остальные из десятерых, обрадованных Раем, посланником Аллаха, салла Аллаху алейс-салям, Говорит, то есть эта тема у нас с чего началась? Тема с подвижников, и это очень и очень важная тема в убеждениях Алис-саляма в адж-джамах. Говорит, То есть лучший из творений, говорит, то есть в этой уме, имеется в уме посланника, алейс-салям, Или же в принципе, либо же, то есть можно сказать так, что в этой уме, хорошо, То есть или же в принципе среди всех людей, после пророков и посланников, это кто? Абу-Бакар ас-саддих, радия Аллаху ану, арда. Абдуллах ибн Утман. Абдуллах ибн Утман. Абу-Бакар, Абдуллах ибн Утман, Сподвижники, братья, лучшие в этой общине, и лучшие творения из людей, хорошо, которые только были после всех пророков и посланников. Абдуллах, алейс-салям, выбрал его, Аллах, ибн Утман, ибн Утман, ибн Утман, ибн Утман, ибн Утман. И поэтому тот, кто порочит сподвижников, порочит религию на самом деле. Абдуллах, алейс-салям, ибн Утман, ибн Утман, ибн Утман, ибн Утман, ибн Утман. Ибн Утман, 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 ибн У если бы это было правдой. Поэтому ты видишь то, что, братья, всякие нечестивцы, еретики до самого сегодняшнего дня и, братья, до самого судного дня один из лучших и любимых ими путей, чтобы порочить как-то эту религию. Это что? Порочить сподвижников. То есть они начинают с них. Поэтому, братья, мусульмане, не должны ни в коем случае относиться к этому вопросу как-то несерьезно. Более того, он должен очень и очень серьезно относиться к этому и знать, братья, кто такие сподвижники, какие их права на нас. То есть мы, братья, свидетельствуем за всех сподвижников в общем, что они все являются достойными и также за тех, про которого пришел четкий довод или же конкретика. То есть, как, например, мухаджеры. Мухаджеры лучше, чем ансары. Те, которые участвовали в битве при Бадре, не подобны тем, кто не участвовал в ней. И таким образом. И также мы свидетельствуем о достоинстве тех, о которых четко и ясно сказал нам посланник, как 10 обратных раем. Кто такие 10 обратных раем? А, бисмиллах. Не, 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 именно ты. Бисмиллах. Четыре сподвижника. Какие сподвижника? Четыре, они все сподвижники. Абубакр, Умар, Усман, Али. Затем? Абдуллах, Ибн Зубейр. Отец его. Зубейр, Ибн Ауам. А уже сказали. Первые четыре халифа. Абубакр, Умар, Усман, Али. Затем? Тальха. Затем? Ты его назвал уже. Зубейр. Тальха воззубейр. Тальха воззубейр. Затем еще четверо. Кто еще? Кто знает? А, не, не. Не Саидр. Саидр. Без криков. Хорошо. Если кто-то знает, кто сможет, сможет, десятерых назвать? Абубакр, Умар, Усман, Али. Дальше шесть. Осталось всего лишь шесть. Тальха в раю, а Зубейр в раю. А, ну так, ну так. Так, так, не честно. Давай, бисмиллах. Давай сначала, с самого начала. Абубакр, Умар, Усман, Али. Затем? Тальха, Зубейр, Саад ибн Абивақас. Саад, если назвал, назови его, который подобный ему в имени. Саад и Саид. Саид ибн Заид. Затем? Абдуррахман ибн Ауф. И? И Абу Абейд ибн Джаррах. Томам? Абубакр, Умар, Усман, Али. Саад и Саид. Тальха, Аззубейр. Абдуррахман и Абу Абейда. Вот, как их запоминают. То есть четыре. Четыре халифа. Абубакр, Умар, Аззубейр. Затем? Тальха, Зубейр. Затем? Саад и Саид. Саад. Кто такой? Ибн Абивакас. Саад ибн Абивакас. Абувакас. Его отца звали Саад ибн Ухейб. Поэтому разница между Саадом и Маликом. Точнее, Саад ибн Малик ибн Ухейб. Или же Ухейб пришло. Поэтому мы говорим про Абу Саид Аль-Худри. Говорим, что он Саад ибн Малик ибн Синан. Почему? Потому что у нас есть Саад ибн Абивакас. И он тоже Саад ибн Малик. Его отца звали Малик. Но он, то есть его дедушка, его звали Ухейб. или же в Угайб пришло. То есть и так, и так. Хорошо, то есть это Саад и Малькебус. Поэтому Абу Баккар, Омар, Утман, Али, затем Саад и Саид, или же Тальха Зубаир, точнее обычно говорят Тальха Зубаир, затем Саад и Саид, Тальха кто такой? Тальха Ибн Убайд Илла, Зубаир, Азубаир Ибн Ул-Авам, затем Затем Саад и Саид, Саад Ибн Убивакас, Саид Ибн Узаид, затем Абдурахман Ибн Ауф и затем Абу Абайд Ибн Ул-Джаррах. И в этом вопросе, братья, говорит Абдулла Абн Умар, говорит, мы говорили в то время, как посланник жив. Говорили мы, когда еще был пророк, жив. Зачем, говорит, что был пророк, Али Сарату Сам жив? Почему? Какая польза? Что мы говорили, когда он был жив. Зачем говорить это? То, что если бы было бы это неправильно, и было бы что-то порицаемое, то пророк Али Сарату Сам непременно бы сказал нам. Поэтому, говорит, когда он был жив, мы говорили, что лучший в этой общине после ее пророка кто? Абу Вакар, затем Амар, затем Усман. И пророк Али Сарату Сам этого не порицал. Али говорил, Говорит Али, что до меня дошло, что некоторые люди говорят, что я лучше, чем Абвакар и Амар. Валлахи, говорит, кто бы ни сказал такие слова, я непременно буду бичевать его таким образом, как бичую того, кто говорит неправду, ложь. Тот, кто лжесвидетельством занимается, я накажу его таким образом. То есть не может, как я могу быть лучше них. Также посланник, алейсалату ассалам, говорил этот хадис, который привел в Ибамат Тирмиды и другие, шейх Альбань назвал его достоверным. Абубакр, Фильдженна, Умар, Фильдженна, Утман, Фильдженна, Али, Фильдженна, Тальхату, Фильдженна, Зубейру, Фильдженна, Абдурахман, Абдурахман, Фильдженна, Саадун, Фильдженна, Саид, Зайд, Фильдженна, Абуабейд, Абдуабейд, Джаррах, Фильдженна. Поэтому мы сказали, что 10 Абраду на храм еще раз называть. Абдурахман, Абдурахман, Али, Зубейр. Не надо подглядывать. Тальха, Зубейр, Саад и Саид, Абдурахман и Абдуабейд, 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 Джаррах, бисмаллах, 10 человек. Абубакр, Омар, Утман, Али, Я тебе по секрету скажу, у меня два сына есть, Тальха и Зубейр. Просто так я тебе говорю. Абубакр, Омар, Утман, Али, затем Тальха, Зубейр, затем? Затем. Саад и Саид. Абдурахман ибн Ауф, Абу-Убейд ибн Джарра, затем Абу-Убейд ибн Джарра. У меня брат один спрашивает, как назвал сына? Говорю, Зубейр. Он говорит, Машалла, знаешь, как ты следующих двоих назовешь, как я знаю. Я говорю, как? Он говорит, Саад и Саид. Ахи, бисмиллах. Не, не без подглядывания. Если что, я помогу, иншаллато. Абдурахман ибн Ауф, Абдурахман ибн Ауф, это тот, кто братья на себя взял попечение семьи посланника после его смерти. Великий человек, был очень богатым сподвижником. И он, братья, он полностью, все то, что дальше, то есть семья пророка, он ее полностью спонсировал. Абу Абейд ибн Джарра, это братья Амин этой общины. То есть это доверенное лицо этой общины. Сказал о нем пророк, алейсалату ассалам. И он умер от чумы. Умер от чумы. Этот самый Таун Амуаз, который называется. Бисмиллах, десятерых. Абу Бакар, Умар, Утман, Али, Тальхазубейр, Саад, Саид, Абдурахман ибн Ауф и Абу Аббейд ибн Джарра. Та мам.